проверю а нет нифига вот сейчас всем привет вы видите и слышите алексея халецкого хочу показать вам игру soviet republic workers and resources так она по-английски называется но если будет мешаться вебка то вы мне скажете кори конечно бучери но доброго вечера игра в раннем доступе находится как видите вот в нижнем левом углу надпись версия 0 740 и это градостроительный симулятор как ни странно и будем строить мы советский город в общем местонахождение давайте выберем карту а тут поход только две карты пока чем тут уже какое-то население есть ну давайте изначально общую сложности средне поставим все-таки что-то мы тут понимаем более-менее количество денег средний реакция граждан средне только здание энергетическая отрасль зданием для работы будут необходима электроэнергия транспортные средства не будут потреблять топлива если на более сложным то еще и транспортные средства будут публику так суточный цикл есть пожары в зданиях я давайте пожары зданиях средне поставим глобальные события пока недоступно загрязнение среды пускай будет начальный год 60 начнем доступность техники исторично система образования детей необходимо учить школах родители детей до 6 лет смогут работать только если у них будет возможность отдать своих детей в детский сад у здорово так выжить мне кто-то звонит один прошу прощения возвращаемся и так как раз считаю манифест коммунистов здорово давай избранные цитаты в игру начинаем что январь 1 до 1060 года надо построить свой оплачка красивые визоги это все ограничение карты где их карта заканчивается надо построить свой советск статистика ресурсов статистика у меня пока никого нету давайте зачем с инфраструктуры видимо разве за откуда будут люди приезжать тогда а уже 2 января блин уже 2 января я еще ничего не построил вообще по хорошему кто первый января что-то будет строить асфальта так от ли грунтовая дорога гравийная асфальтовая асфальтовая с фонарями и тротуарами и удалить дорогу дальше мосты тоннели эти уже что-то стоят даже так только у меня денег в начале миллион баксов и 3 и три с половиной миллиона рублей а чуть у нас будут и баксы и автопостройка за рубли но автопостройка за долл интересно различия будет а давайте просто дорогу даже без фонарей или с фонарями сразу начнем а правда ниже чтобы она как-то стоила что-то на ровной местности давайте вот первая наша дорога но стоит 40 давайте маленькие пока начнем вот с 10 тысяч так 10 тысяч что за салават название улицы что ли начиная с колхоза так давайте глянем если тут колхоз и мечт сомнение правда строительная отрасль каменного господи тут так при прилично кстати так ну давайте колхоз найдем действительно если тут колхоз хранилище лесная промышленность швейный завод ну тут еще машиностроение надо открыть то есть вот еда и фермерство так совхоз есть совхоз но видимо с совхоза начнем тогда раз вы хотите совхоз но тут наверное жители нужны чтобы он заработал сначала так что-то у меня частенько мой бот чай в чатик пишет давайте пока уберу это дело мы что-то и меня плохого может так буду сидеть совхоза начали правда не уверен будет ли он работать суточной еще и энергия нужна между прочим давайте может все таки показ инфраструктуры заводское соединение пешеходная дорожка сеть высокого напряжения хорошо где энергетик вот энергетика тепловая электростанция давайте тепловую электростанцию пожалуй поставим ого-го-го вот эта станция вот это я понимаю вот это красиво так дорогу проведем сразу настолько кривую будем делать да эти красивые какие-то перекрестки пускай у нас будут она не соединяется можете зря уже так сразу с этими делаю с фонарями в общем то меня уже музыка стала раздражать у вас как нормально она конечно да ё-моё она конечно в тему так сделаем пока ладно нажимаю паузу поехали как тут постройки будут происходить балалайки пошли до каденсии мне на ютюбе заблочили возможность стримить за то что я транслировал чужие трансляции чего конечно никогда не было как-то электростанция долгая что тут это почки взбухают так я хочу знаете что пока проверить разность в стоимости дорог просто вот насколько я переплатил значит грунтовочка если вообще ничего не стоит так я понял вот тут уже 1000 примерно это гравийная дорога асфальтовая 2000 то есть в два раза из фонаря и она раз фонарями зря построил мед так кажется в начале не выгодно экономически как-то короче в два раза каждая дорога как бы увеличивается практически вместо саундтрека советский марш из редалерта ну пока а это наверное название города да ну салават как-то не очень давайте переименуем в бобруйск я буду бобруйск строить вы как да что такое чё бобруйск отлично все бобруйск название улицы так мелко написано так электростанцию доделываем рублисы как убегают пока остановим давайте сразу начнем собственно и жилые тогда пошла явно на электростанции кто-то должен работать образование жилые здания квартиры это какой-то нетипичный давайте мы сразу я вот правда не верю что панельки вообще все доступно видите знаете какой мы первый кирпичный дом я вот правда не верю что он будет строиться там же какие-то ну ладно суточная потребность панельный многоквартирный дом а в чем отличие вот 156 мощность вмещает 120 работников 60 75 65 ну давайте сразу чтобы много вмещал 7 150 80 ну-ка а панелька рядом прям напротив электростанции правильно если что вот эти точки означают а вот где можно строить ну поехали ничего не встала необходим плоский участок удерживайте левую кнопку мыши для выравнивания понял красота поехали и совхоз конечно построю будет у меня я конечно ну вы поймите вы сейчас просто с игрой знакомимся а не пытаемся офигительную экономику построить так уже дом построился ну и что живет тут кто-нибудь уже 105 человек живет но правда электричество нет а чё так долго электростанция строится пошла какая-то суровая музыка может я какую-то офигительную слишком электростанцию построить или никита вообще есть еще что-то я начал тепловая электростанция но подстанции так тут нету других других пока просто нету ладно ну и где совхоз организуем тогда заветы ильича давайте сразу совхоз тогда уже строить уже заканчивается в принципе так различные отрасли высыпавал блин где эти отрасли это были вот еда и фермерство совхоз давайте где-нибудь здесь вот подальше тут у нас поля будут я думаю ставим здесь теперь дорогу мы будем делать гравийную ты может сразу асфальту вообще уровень сложности средний я боюсь что вот если мне не нравится ведь я могу дороге так вот мне хотелось бы чтобы ровные как-то было поровнее поехали вот вопрос нужны ли поля теперь здесь самому ставить или они будут все таки как-то засеивать текущее число рабочих 0 из 20 кто тут не работает нет рабочих нет отсутствует уголь так понял понеслась а рабочих почему нету вроде ж он 105 трудоспособных граждан вроде как ну ладно я понял надо уголь добыть это хорошо это прям прям экономика экономика чувствую себя в бобруйске практически еще явно будет лет проводить где нефть битум топлива нефть нефть химический завод асфальтовый если почему-то у меня дороги проходят без асфальтового завода прокладываются гравий железоуголь каменоломня гравий гравийная железная шахта угольная шахта так вопрос наверное тут должен где-то быть уголь то есть не просто так наверное и ставить короче где нас уголь вот как мне определить что у нас где-то тут уголь есть господи я не все мышка пропала а вот она где тут возможен уголь вовлет сумму построить до собор парижской богоматери горит это да это печально но поджог не я и не вы надеюсь и тушить не нам мы давайте бобрусь будем строить пока так где же где что-то уголь то экономика и торговля западные страны бурят еще и торговать с кем-то буду текущие цены на мировом рынке уголь уголь и руда еще сушься уголь еще и обрам перерабатывать надо будет ё-моё так ладно где чем повтор где нам построить таки уголь угольная шахта а потом будет переработка угольные руды так угольная шахта ну это вот все зеленое где не строится хорошо что угольный шахтут прям можно в любом месте бахать неважно тут ресурсы не влияют ну предположим нет на ютюбе нет трансляции только на твиче ну давайте сразу завод по переработке а как вот я вот не очень понимаю смотрите то есть у нас не работает электростанция но при этом угольная шахта и завод по переработке требуют энергию а откуда тогда брать энергию давайте вопросы и ответы посмотрим вы увидите маленькие квадраты вокруг курсура обозначающий наличие угля или железного или железо красный квадрат означает отсутствие угля желтые средние зеленые обильная ага чтобы использовать конвейеры чтобы соединить шахту с перерабатывающим заводом вот эту фигню я не там поставил блин что уже отменить нельзя давайте сайту а но не очень тогда удачно получается показывает где уголь вообще в принципе есть потому что вы конечно тут нету так 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 гравийный угольная шахта вот смотрим а можно вот как-то мне зара а вот видите вот какой-то желтенькая появляется да то есть вот здесь какой-то уголь можно добыть по логике логично что это в холмах должно быть вот тут какой-то уголь вот тут чё-то многовато угляда ну вы знаете так вот как-то водить по карте искать вместо того чтобы сразу показали ресурсы но вот тут что-то до более-менее какой-то уголь имеется более-менее какой-то уголь имеется по-моему не очень хорошая идея почему ты не выбираешь угольную например шахту да эти сразу показывают на карте вот тут много угля вот тут мало ну в общем вот здесь мы ставим тогда вот тут что-то есть строим угольную на границу высоковольтные тени покупай 1 мегаватт ладно протянем тут еще вопрос где граница карты потому что у меня такое ощущение ну вот что ли то это вот столько тянуть тут карту как-то вообще можно посмотреть общую среди огромная конечно территория куда никакого где граница ну это охренеть то есть вот сюда я дотянуть да что это то погран пункт что ли точно таможня ну видимо вот сюда надо тянуть вот вот лэб стоит да так ли это в какие-то дикие бабки обойдется нет давайте пока строить дорогу проведу давайте гравийку давайте гравийку давайте давайте гравийку нападок подбор не бравийки вот нахеровы тут выравнивание нахеровы тут выравнивание так дорогу проводим Теперь надо электричество для перерабатывающего завода Рабочие есть, но выработка энергии нету, потому что отсутствует уголь Кстати, мне еще и хранилище, наверное, стоит построить Давайте мы хотя бы одну цепочку произведем То есть уголь, добыча угля, переработка угля и потом из него вырабатывание энергии Дальше, угольную шахту мы поставили, завод переработки Ну тут недалеко, наверное, там еще было написано, что конвейеры создайте Блин, тут для выравнивания территории еще столько бабла требуется Too much, too much Ага Так, тут я... Вообще никак, что ли, не провести? Ну, блин, ну... Ну, ребят, зачем вот это делать? Ненавижу это вот в таких симуляторах Ой, блин Это дебильно Это дебильно, когда тебя начинают заставлять вот такой херней Так, это я уменьшаю, да Опускаю типа уровень Слишком большой подъем Все равно не прокладывается, блядь, да Ну, блин, ну... А нахера тогда вот... Чтоб вы заелись Как мне этот завод долбанный поставить С выравниванием И... Ребята и разработчики Если вы смотрите стрим Не заставляйте, пожалуйста, людей Сносить здания Если они Не поставили их Неровно из-за Местности Это... Ну, настолько тупо Тем более, что я хочу рядом поставить Чтоб работал этот Необходим плоский участок То есть Вот здесь я хочу поставить Меня заставляют Выравнивать И потом у меня еще дорога не соединяется Хорошо, подальше поставлю Давай теперь Смотреть Ну... Ну, что происходит? Нажимаю правую кнопку Для выравнивания лошад А ни хера не выравнивается Ребята, у вас стратегическая игра Понимаете? В развитие города А не в ландшафтный дизайн Зачем вот это делать? Посмотрите Cities Skylines Как там сделано Хотя бы вот это Нажмите правую кнопку Для выравнивания Не выравнивается Прикиньте Все Дальше не прокладывается Дорога, да? То есть Вот такую мне херню Пришлось сделать Чтобы игра Проложила дорогу Это Идиотизм Так Теперь прокладываем Лэп Энергетика Энергетика Распределительное устройство Распределительное устройство Подстанция Стоп А где, собственно, сами лэп? В инфраструктуре? Да, в инфраструктуре Сеть Ну, наверное, высокого Надо сразу проводить Вот еще и значки Так Хорошо Как мне провести-то? Блин, ну это до хрена будет Денег Хотя 80 Так, где мой город? Я, может, уже мимо проехал Да нет 130 тысяч Нормально Где город? Все, город потерялся Класс Город прячется от меня Где-то Ищем город теперь Прежде чем прокладывать Как вот мне провести Линию Энергетикой передач О, нет Это граница Так Город где-то в этой стороне был Охренеть, да? А можно как-то город найти вообще? Зачем такие огромные карты делать Если ты не можешь найти Ни хрена на ней Какой-нибудь поиск Есть по По зданиям там? О, у меня уже один умер кто-то Здорово Так, список Транспортных Список зданий Почему нечего отобрать От камер Вся карта Можно перейти к этому зданию? Наверное нет Типа мы вам список покажем Но перейти Блин Как стрим прошел А стример просто потерял Свой город Который он строил На карте Не смог найти И стрим закончился Слушайте, ну Ну блин Вы бы хоть карту какую-то сделали Да, очень реалистичная Карта России Точно Так Хорошо Границу я вижу Город где-то в этой части Счастье был Слева Строй новый А там пускай все дохнут Да? Нет, ну я найду его Я его найду и накажу Чтобы он не прятался Больше так Охренеть 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 13 января Ну как раз Все из запоя вышли По идее Хорошо Может тогда построить Город поближе К границе А, вот он Только я решил Его же новый город строить Как мы нашли Бобруйск Ей Так, давайте Отсюда Потихоньку Проводить Да Линии электропередач Не знаю, правда Зачем нужна будет Подстанция Ну погоди Ну погоди Немножко Максим Спасибо большое Спасибо, хороший человек Что поддержал меня Ой Возвращаемся Так, значит Потихоньку Прокладываем Электростанции Электропередачи Линии Электропередач Краснокамск Где тут Видите Какой-то город Здесь Альметьевск Какие-то В течение Линии передач Электропередач Появляются города Ага Все, я понял Я понял Куда мы ведем Отлично Ну не так уж и Дорого Получилось В принципе Тверь На пути Линии электропередач Образовывались Новые города Так, ну что Можно теперь Купить энергию Видимо Импорт Два мегаватта Предположим Сколько мне тут Надо Ну смотрите Вот этот переход Вот Список Они хороший Сделали Окей Как мне Быстро Переходить Совхоз Угольная шахта Угольная шахта Сколько требует Где В здании Надпись Сколько требует Угольная шахта 0,22 А завод 0,26 Ну по идее Покупают Дофига Наверное Даже меньше Надо Поставить Ой Блин Так Проложено Давайте Соединим Я вот Не знаю С этими Конечно Пока Присоединяюсь К хорошим Людям Спасибо Шмаль Большой Ты уже давно Среди Не просто Хороших Людей Отличных Перекличка Среди Донатов Перекличка Хороших Людей Ну Конечно Даже если Вы не присылаете Донат Вы тоже Хороший Человек Так Вопрос Как мне Соединить С линии Электропередач Мои Здания Вот эти Давайте Заглянем В справочник Энергетика Электростанция Ну это Понятно Электростанция По ближайшему Вы можете Показать Вы можете Нажать Показать Электросоединение Чтобы проверить Какие здания Получают Электроэнергию Ну это Электростанция Для снабжения Электроэнергии Отдаленных зданий Необходимо строить Линию Электропередач Под станции Трансформаторных Пунктов О боже О боже Подземными Кабельными Линиями либо подземными кабельными линиями от трансформаторных пунктов к зданиям. Эти электропередач невидимые автоматически строятся вокруг электростанций или трансформаторных пунктов. Понял. Значит, нам нужен как минимум трансформаторный пункт. Почему вниз-то она делает? Так, поставили. Тут надо дорогу явно провести. Так, и линию электропередач к этой фигне. Я так думаю. Ну. Что, мы соединяться не хотим? А как вот их соединить? Блин. Так, вот это я уберу пока. О, есть соединение. Или нет? Нету. Угол слишком острый. Что это за бред вообще? Что за угол соединения слишком острый? Ребята, вот кто-то создавал эту игру. Вот это вообще не весело вот так вот соединять. Найти, как соединить дороги, как найти... О, соединилось наконец-то. Так. Значит, трансформаторная. Есть, есть напряжение, есть мощность. 14 мегаватт. Это я покупаю. Так. Сюда пока не проложено. Как мне сюда провести электроэнергию? Вот мне вот то, что сделано вот так, инфраструктура, сложно. Мне нравится. То, что... Блин. Вот так это дебильно надо прокладывать. Подстанцию распределительная. А чем, честно, распределительная от подстанции отличается? Трубопровод. Маленькая желтая конторка. Она будет питать в определенной области ближайшие дома. А что в энергетике тогда? Вот это, да? Трансформаторный пункт. Точно. Точно. Вопрос, как к трансформаторному пункту провести электроэнергию. А, ну, блядь, дорога. Ну, ну... Разработчики. Вот это вот, это порнография. Здание не подключено к источнику электроэнергии. Может, мне... Подстанцию не надо было все-таки строить? Как оно должно быть подключено? А, я понял. Это разветвлитель такой. Это разветвлитель. То есть сюда мы привели... О, боже. О, нет. Ой, нет. Так. Все понятно. Все ясно. Через жопу! Так, где у нас энергетика? Трансформаторный пункт. Значит, эту хрень мы ставим вот тут. Вот так поставим. Угу. Ну. Значит, сюда вводим... ...линию электропередач. Среднего напряжения. Вот так, наверное. 2,2 хотя бы. Соединяем. И сюда надо еще дорогу провести. У нас тут перекресток. Баня. Что это за говно я построил? Видите, что я ругаюсь просто, но... Все, пошло электричество. Еееее. Уголь, уголь. Пошел уголь. Мы сдали стране угля. Рабочих, правда, нет. Ни хрена мы не знаем. Электричество появилось. Так, хорошо, давайте. А где вот эти работают, уроды? А, тут у меня уже население... ...уходит куда-то. Побегов. Бегут. Бегут из Бобруйска люди. Что за хрень? Так, давайте дома строить. А что им не нравится? Давайте теперь, собственно, к людям вернемся. Что их не удовлетворяет? Наверное, инфраструктуру какую-то надо, пока вы стуглем занимались. Наверное, инфраструктура нужна. Настройки карты... Ну, уровень сложности средний, по-моему. Давайте детский садик. Нет, подождите. Сначала здание построим. Панельки. Какая-то маленькая панелька. Кстати, уже новые появились панельки, обратите внимание. Как вот за... Еще даже январь не закончился, а там уже кто-то умирает. Кривые районы стоят. Такой, ну, знаменитый Бобруйский район, рядом с электростанцией. Ой. Ой. Стоп. Остановись в мгновение. Эй, а что оно тут не прокладывает? Какой у меня кривой район получился. Ну, да ладно. Так, дальше. Детские сады нужны, видимо, да? Вот эта вот гомосятина вся, которая... Нет, чтобы просто тупо ходить на угольный завод, работать. Образование. Детский садик. Я думаю, что если, кстати, когда-то прям с электростанции рядом встать... А, слушайте, тут вон тоже распределительная есть. А, на другой стороны поставим. Чтоб детям совсем уже психику не ломать. Так. Школка. Технический. Ну, университет, наверное, может рано. Автостанции. Еда и фермерство. Пищевой завод. Гастроном. Я знаю, как можно без гастронома. А вот это, интересно, что другая... Другая. Давайте почитаем про образование. Немного о гражданах. Зачем нужно, как заселить жилые дома. Пригласить иммигрантов за деньги. Кликните на здание, а вы... Ну, затем кликните, пригласите иммигрантов из других советских стран. А что у меня вообще тут с населением? Ну, вон, как бы, народ прибыл. Нормально. Нехватка выпивки. И развлечений. Да ладно, духовное довольство в советской стране. Серьезно. А где, кстати, развлечения? Тут чисто какой-то... Еда и фермер. А где развлечения-то? Ну, ладно, пока. Отсутствует уголь. Я понял. Здесь что? Нет рабочих. Так, может, мне надо что-то, чтобы доставляли рабочих туда? Так-то народ живет? В домиках. Наверное, нужно доставить ребят. Заводской... А, кстати, конвейер нужен. Грузовая автостанция, открытое хранилище, склад. Вот склад, кстати. Ну, конечно, кто бы сомневался. Ага. Выровнял. Здорово. Задолбайся, строить дороги называется вот эта игра. А все, дальше не прокладывается. Зачем вы это сделали? Зачем вы это сделали, разработчики? Убейте себя. Понимаете, что люди вашу игру экономику хотят делать, а не вот этой херней заниматься? Просто нет слов. Ладно, забьем пока на склад. Надо сделать, чтобы рабочие приезжали работать. Это явно нет техники, нет скрытых грузовиков. Ну, пока идти я поля, тут что-нибудь... Просто совхоз мы поставили чисто для этого. Так. Так бы, если бы я рядом построил, они бы пешком доходили. Но мне явно нужна сейчас инфраструктура для... Ну, конвейер тоже пока позже, надо, чтобы кто-то работал. Инфраструктура для перевозок. Вот, наверное, автостанции нужны. А, вот развлечение тоже будет. Гастроном, универмаг. А я тут что поставил? Бобрусский гастроном, да. Теннисная площадка в советском городе. Эй, тут много у меня людей, которые в советских городах жили. Вот эти страницы... Ну, вот, футбольное поле, конечно, надо поставить. Пускай будет. Кинотеатр даже поставлю. У тебя там нехватка бар. Ну, бары, конечно, были, но это не настолько было массовое явление, как сейчас. Пускай будет. Так, давайте. Автостанция. Кстати, я сюда электричество не провел еще, между прочим. Давайте автостанцию организую. И проведу как раз... Ой, подстанцию тут сделаю. Сюда проведу... Где у нас... Немножко, конечно, многовато всяких вкладочек. Будем честны. Честны. Так, трансформаторный пункт. Въезд. Блин, я не вижу, где въезд. По-моему, его можно будет убрать, когда у меня электростанция заработает, наконец-то. Отсюда проводим сеть среднего напряжения в трансформаторный пункт. Не говорите только, что опять под углом каким-то я. Угол соединения слишком острый. Это вы... Слава богу, соединили. Так. Это тоже работает. Количество ожидающих работников. Тут у нас тоже электричество пошло. Теперь надо остановки делать. Делаем остановки. Нет, не в образовании, в жилых зданиях. Стоп, а где остановки? Нет, заправка тут не нужна. Я сейчас на уровне сложности, где не нужна заправка. Так что мы без заправки. Блин, остановки где? В инфраструктуре, наверное. Дорога. Есть тут остановки? Вот. Нет, это станция. Это перевозка грузов. Депо. Это, типа, большая... Я, наверное, это как раз и... Я понял. Сейчас надо депо сделать. Камера высоко. Так, норм. Пипегу выше посадим только. Я понял. Автостанция. Я здесь зря поставил. Хотя люди сюда доходят. Да, только не от всех. Видите, пока откуда они пешком могут дойти. Я понял. Значит, вот это мы удаляем пока. Это удаляем. Здесь где-то ставим автостанцию. 500 пассажиров, а у меня население... Ну, 500... Как раз 500. Значит, большую надо ставить. Как раз 500 пассажиров. Или с этой стороны сделать. Так. Какая тут кривость с дорогами. Все-таки. Так. Значит, доходят. Все равно не из всех доходят еще. Вот для этих еще маленькую надо какую-то поставить. Так. И здесь ставим... Маленькую автостанцию. 230. Депо автомобильной техники еще надо сделать. Сейчас вот тут она хрен где всунется. Подстройки этого здания препятствуют объекту инфраструктуры. А-да-да-да-да. А-да-да. А-да-да. Я ж не соединю сейчас с дорогами вот сюда. Вот прям... Я вижу это. Ну. Ну. Ну хоть куда-нибудь. Слишком крутой спуск. Давайте через жопу сделаем. Давайте. По-другому что тут не прокладываются дороги. О, вот так. Так намного удобнее. А то тут слишком крутой спуск. Не имеется идея с дорогой. Хорошо. Где тут пешеходные дорожки еще? Так. И нам автопарк еще бы создать. Ну тут много действительно... вот этих... Ты здесь создаешь инфраструктуру. Только если бы они не так сурово относились к... ландшафту не заставляли игроков вот такой херней заниматься. Так. Автомобильная техника. Значит, здесь есть пассажиры. Автомобильное. Новое транспортное средство покупаем за рубли. О, автобусы. Так. Какой я люблю. 52 пассажира, 40 пассажиров. Ну давайте. Болеслав. Эш. Ша 706. Люкс. МТЗ. И... Болеслав. Ша 706. МТЗ. Слушайте, МТЗ это явно... Ну МТЗ это же Минский тракторный завод. Всегда был. Не знаю, зачем мне два автобуса. Так. Ну хорошо. Автобусы есть. Одна станция и вторая есть. Почему они не едут еще? Совет всем не строить на... Так я не могу на... Я же как бы занялся угольной промышленностью, но... Уголь только в холмах? Блин. Шикарно зашла тема ручной стройки асфальтовой дороги за ресурсы. Конвертировать одну валюту в другую? Ну да, можно, но только через купли-продажи товаров получать. То есть... Пока у меня идет импорт, я так понимаю, ресурсов. Так, что с жителями? Кто-нибудь убегает? Текущее население. 560 побегов, всего 30. Удовлетворенность медициной. Подождите, вот это показывает сколько им требуется или их удовлетворенность? Или это их... А, это их здоровье вообще в принципе. Сытость, здоровье, счастье. Лояльность к правительству. Ну тут в принципе нормально все. 130 детей, младенцев. Мне надо решить инфраструктурную проблему, то есть доставлять людей на чешские автобусы для Бобруйска жирноват. Эээ, слышь? Ну не надо оскорблять разработчиков, что он тупой. Да конечно не то, что плохие дороги в Советском Союзе заложены. Это просто неудобство интерфейса так сделано. Так, я все еще не могу доставить людей на работу. Хотя студенты есть, может все таки универ построить? Давайте построю универ. Медицинский, технический, технический давайте. Ого, охренеть универ. Депо есть. Автобусы. А, маршрут надо создать. Раз остановка. Два остановка. Поехали. Еей! Это транспорт тайкун, конечно, типичный. Блин, что-то спидометры поставили. Так, ну и надо тогда еще как-то к этому провести. Колхозу, видимо. Неужели я начну уголь добывать? Так, здесь надо конвейер теперь построить. Конвейер. О боже, еще и тут проведение. Вы посмотрите, я сейчас надо конвейер протянуть отсюда сюда. Ну, хотя бы сюда, ладно. Подождите. Это вход для угля, я надеюсь, здесь? Или это выход уже угля? Куда мне уголь надо добавлять? Ребята, кто в угольной промышленности разбирается? Кто работал на угольном заводе? Где вход руды, а где выход угля, собственно? А, вот тут вход. Все, теперь я понял. Тут вход, там выход уже. Ну, конвейер, наверное, хрен я построю здесь. Чтоб у вас руки подсыхали, разработчики. Необходимо сразу соединить два здания. Ну, вот я соединяю. То есть, видимо, конвейеры должны вот прям рядом находиться. Я, видимо, конвейер... Я понял. Ну, это вообще логично, да. Какие же конвейеры вот так вот будут сделаны? Это ладно. То есть, мне надо было угольную... Вот этот, переработки угля где-то вот здесь ставить. Так, сколько там в автобусе едет? 22 работника, между прочим. Конечно, в Советском Союзе таких вот остановок не было. А можно каждого работника еще посмотреть? Наверное, нет. Куда пошли работать? На добычу. Блин, еще пешеходные дорожки тут еще надо проложить. Хо! Хо-хо-хо! 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 Так может тут можно прямо сюда автобус отправлять? А, так тут можно просто сразу автобусы отправлять на эти, без всяких остановок. Блин. Ну, непонятно было, что это вот автобусные остановки на самом деле. Все, я понял. Я понял. Конвейер придется с зигзагами с использованием конвейерных башен. Воу. Ну, давайте займемся. Так, давайте у этого автобуса немножко по-другому тогда маршрут сделаем. Блин, еще надо выбирать в какое депо отправлять. Ведь я не могу... А, вот все, удали восстановку. И добавляем сразу сюда, да? Так, а второй автобус тогда мы сделаем со станции на... Нет. Сюда. Поехали. Так, отлично. Так, этого обратно запустить надо. Все, вот эта хрень, значит, мне вообще тут не нужна. Ну, вот это они удобно сделали, это я сам не прочекал, что есть. Давайте снесем это здание, чтобы оно не мешалось. Ну, дорожку тут оставлю пока. Так, ну, начинаем конвейерные башни тогда организовывать. Что тут с добычей угля? Работников маловато, но добыча пошла. Значит, мне надо склад еще поставить, я думаю. Заводское соединение. Склад давайте поставлю. То есть, конечно, въезды и выезды. Ну, это, слушайте, с грузовыми. Ладно, я еще грузовые штуки не купил. Блин, знаете, я бы хотел вообще отключить вот эту свету дня и ночи. Наверное, невозможно. Это я в начале игры сделал. Ладно. Малое хранилище сыпучих грузов. Это для угля. Большое хранилище. Может, пока малое поставить? Ведь сюда конвейер поступает. Или просто сразу попробовать конвейер туда проложить. Так, где у нас конвейерная башня? Вот она. Значит, вход. Блин, как мне... Видите, у меня еще подстанция далеко. Нет, слушайте, ну это как-то будет очень с конвейерами муторно. Это... Если я представляю, сколько мне конвейеров надо проложить. Так. То есть, будет конвейер отсюда сюда, потом конвейер сюда, видимо. А по правде надо вот сюда, вот так, так, так. То есть, как минимум, раз, два, три, четыре конвейерных башни сделать. Плюс еще подстанцию сюда поставить. Что, кстати, тебя забрать, эта смена лучше уж или сейчас сначала, или вырви глаз, что это такое. Ммм, блин. А, ну давайте ради интереса сделаем эти конвейерные штуки. Проложится ли сюда конвейер? А, надо еще... А, мол прокладывается, есть. Ну. Так, пошел конвейер. Первый пошел. А тут работники нужны, кстати. О, тут еще и распределение, куда потом идет. Так, ну, мне нужна подстанция здесь опять. Ну, куда-нибудь сюда, наверное. Блин, как тут еще провести электроэнергию? Угол соединения слишком острый. Угол соединения слишком острый. О, ты господи. Как вот, как это можно было сделать? Что угол соединения слишком острый? Что это за... А, вот это не острый. Вот так вот соединить. Вот под прямым углом острый, а вот таким это нормально. Типа, с какой стороны посмотреть? Да, вот с этой же он тупой. Вот если так смотреть. Так, хорошо, провели. Продолжаем прокладывать. Конвейерные башни. А, блин. Где ты, конвейер? Да, блин. Инфраструктура. Конвейер. Конвейерная башня. Так, отсюда мы сюда. Вход здесь. Я не знаю, зачем тут дороги. Наверное, так будет. Потом. Не знаю, насколько далеко вообще конвейер может быть проложен. Мне надо будет аж сюда проложить. Где вход? Вход здесь. Так. И. Так. Слишком длинная. А где? Насколько? Ну, блин. Ну почему вы не напишите сразу? Ну. А, просто еще один конвейер тут поставим по пути. Настолько дебильно логистически сделанного угольного производства. Мир не видывал. То есть, конечно, должен просто рядом быть завод вот здесь где-то стоять. Ну что, пошел уголь, нет? Что-то я не вижу. О, пошел. Ну, кстати, анимации нету, что идет уголь, но здесь он работает, да. А почему рабочих нету? У меня вообще сюда ездит автобус? Или пока уголь не поступал, то работники и не ездили? Или как это? Как это вообще сделано? Сделано. Текущее число рабочих ноль. Да, уже пары лямов нет. Экономика у меня не очень экономная. Так, почему у меня люди здесь не работают? Да, кстати, давайте уменьшим пока. Так, давайте пока займемся созданием совхоза нашего. Нет техники для посева урожая, нет техники для сбора урожая. Давайте купим сначала технику. Посев урожай. Что у нас? Что? Ну, комбайн собирает. А что сеет вообще? Сеялки? Колосок СК-4. Ну, я не вижу здесь для сеяния. Ну, комбайн купим, ладно. Так, что с ним можно сделать? Куда мы его можем назначить? Новая остановка. Немножко непонятно с транспортом. Или вот сюда надо перевезти? Вот, давайте поля построим. Блин, ладно, не строится. Так, что с работниками? Не приезжают. Не приезжают. Уголь уже доставляется, но... То есть мне осталось буквально чуть-чуть, и надо потом еще этот уголь на электростанцию привозить. И вот вам будет моя личная... Мы обеспечим все электричеством. То есть в процессе стрима... Но почему-то у меня работники перестали ездить на работу по какой-то причине. Так, я понял. Это все-таки надо было остановку оставлять. Это, видимо, для грузов. Вот эти... Ну, кстати, это зря сделано. Это, видимо, для грузов. Трактор, комбайн и грузовик купить? Ну, поле я построю, да. Нет, вот эти остановки, они для грузов. То есть тут нужна все-таки станция автобусная, блин. А я так думал, что вот удобно сделали разработчики. Остановки прямо на этом. Слишком рано обрадовался. А, давайте я поле здесь построю, да. Ого. Так, ну мне, походу, тут маленькие поля надо строить. Они, правда, не такие уж и маленькие. Ну, блин, не заедет же сюда на горку, да? Чтобы еще в ту сторону и не ставить. Ну, почему она не хочет соединяться? Ну, что вот тут может помешать? О! Соединилась, слава богу. Так, что с полями? Вот это почему-то не назначено было. Так, все, есть. Поля мы сделали. Значит, что там, говорите? Трактор, комбайн и грузовик. Трактор, комбайн и грузовик. Комбайн куплен. Покупаем... Автобус, где трактор-то? Ну, грузовик надо, да, хорошо. А где трактор? Вот трактор есть. Трактор Т-28. И грузовик. А что, МАЗа еще нету? Ну, давайте вот, который... Нет, букашка это мало. Болеслав. Так, как теперь их назначить? Зернохранилище построить, да. Совхоз. Элеватор. Ну, элеватор имеется ввиду. Правильно? Это же зернохранилище у нас. Наверное, тут я зря его поставил. Как их в совхоз? Тут, видимо, надо перевозить что-то. Ну, то есть, отправить на маршрут. Ну, тут... Две остановки, ну... Может, их надо перевезти как-то туда? А для перевозки нужен другой какой-то автотранспорт? Сменить депо. А, во, вот так. Точно, отлично. Да, все, я понял. Так, это отменяем. И кто там еще у нас? Трактор. 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 Так, теперь надо сюда работников, в общем-то, загнать. О, грузовик появился. Удалить поле и соединить нормально? Ладно. Переносить здание нельзя, да? А очень и очень жаль. Между прочим. Так, и... Строим... Кидай фермерство, элеватор. Вот так, да? Я только не понимаю, как их соединить. Я не очень понимаю, чем они соединяются. Просто конвейером? Дорога, дорога, дорога. Нет, не конвейером. Да, без бензина играем. Играем без бензина. Тут не нужна заправка. Сейчас без бензина пока. В инфраструктуре... А, заводское соединение. Понял. Понял, понял. Спасибо. Так, ну вот тут, кажется, мы... Дела на этой ферме... О, а хоть где-то что-то идет отлично. Так, теперь надо здесь сделать все-таки остановку и нашу угольную промышленность поднять. Так, надо где-то все-таки здесь сделать эту остановку дебильную. Ну, тут... Это вот... Это неправильно сделано, я считаю. Мое мнение. Вы можете со мной не соглашаться. Тогда вы будете забанены у меня на канале. Вы больше никогда не сможете смотреть. Хотя нет, смотреть сможете, блин. Так, так. Инфраструктура. Автостанция. Маленькая автостанция. Вот, не бы остановку какую-нибудь... Ладно, вот маленькая автостанция, да? Может ее вот сюда поставить, чтобы она как раз по дороге шла. Вот эту дорогу убрать. О, видите, как раз соединение будет. Необходим плоский, да? Да вы задолбались со своей... Так, я не пойму, у меня тут повышено или понижено? Что тут надо сделать с этой местностью? Хрен знает вообще, чисто говоря. Выровнять. Давайте выровняем. Так. Так. Теперь с той дорогой соединить. Слишком крутой. Вот как... Вот где он? Посмотрите, ну я... Что, слепой? Или что-то называется? Слишком крутой подъем вот это? Ага. Ну где он слишком... Я не могу Кажется, слишком крутой подъем Ну почему дальше не выравнивается? Выравнивай, тварь Тварь, выравнивай дорогу Сдохните, разработчики, я вас ненавижу Чтобы вы вот так вот все не могли Кружку, чтобы ты на стол ставил Вот так вот ставишь кружку И она у тебя падает, хоть стол ровный И требует у тебя Вы поставили на стол с наклоном в 1 градус Поставь меня на ровный стол Я вас ненавижу Давно так игры меня не раздражали Сетку рельефа Где это ставится Частицы, глубина резкости Где ставится показать Сетку рельефа Симулятор совкаты должен страдать О нет Только не это Так, я пока на паузу нажму Так, нам надо это Я хочу сделать свою угольную промышленность Я ее хочу сделать Но мне не дает игра Просто издевается надо мной Всячески Так Правили Не может быть Вот почему я это руками должен делать Сволочи Так, давайте здесь еще Пешеходные дорожки тогда сделаем Видимо Эй, а почему не А Что тут может мешать Дорожку убрал Вообще Дорогу точнее Так Пешеходные Пешеходные Где пешеходная Так И сюда есть проход Да Ну вот Давайте смотреть Окей А Ну надо бы еще И на элеватор Наверное Или тут вообще Не нужны работники Я что-то вижу Что тут работники требовались А Зато На полях Требуется Понял Давайте отсюда Еще проведем Дорожку Так Пешеходная Ну почему Пешеходные Дорожки Похрен Вот эти Вот все Вот эти Вот Вот это Вот Так Так И надо Посмотреть Куда у нас Доходят Ага Сюда доходят А почему До полей Не доходят Ладно Понеслась Автобусы Что-то Октобусы На В депо Да блин А Надо еще Вот это указание В какое депо Конечно Немножко Туповато Они же и так уже Относятся К этому депо Так Добавляем Установку Отменить Направление В депо Здесь то же самое Бля Да подождите Вы Какого Хера Я ж Бобрусь К автостанции Так 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 Все верно Здесь Что Вот это Убираем Тут Добавляем Эту Остановку А это Сорян Не ту Выбрал Все Поехали Ну что Теперь Там У нас Угольная Промышленность Заработает Ни хрена Никто Не сел В автобус Ну они Доходят Везде Ну Почему Никто Не сел В автобус Работать Не хотят Или что Ансар Хизматов Спасибо За помощь По игре Дело Не в том Поедешь Ли ты Реально В 45 Это игра Во всех Играх Есть место Условности Любым И эти условности Не для того Чтобы игра Менее реалистичной Была А для того Чтобы Людям Удобно Было Играть В нее То есть Игра Вот эта Ну сама По себе Сложная Видите Вы создаете Цепочки Вам надо Добычу Угля Сделать Потом Переработать Уголь К ней Подвести Это все Окей Вот это Интересно Ты Садишься В этот Градостроительный Симулятор Чтобы заниматься Вот этой Экономикой Это нормально Эта сложность Нормальная Но когда ты Начинаешь Для прокладывания Инфраструктуры Вот этим Вот убирание Холмов При том что Это очень Неочевидно Сделано То вот Это дурость Вот в этом Идея Да хоть Там 90% Вверх Можно было На машине Заезжать Какая разница Ну Зачем Зачем Это игроку Мы играем Не в симулятор Убирания Холмов Мы не в этот Не в ландшафтный Дизайн Играем А в Экономику Так Вопрос Почему я рабочие Не хотят туда ездить Какое-нибудь Какие-нибудь Мнения Есть То есть Здесь Да Со всех Вот Есть проход Со всех домов Здесь С этой остановки Есть Пешком Проход Ко всем Работаю То есть Они доходят туда Почему Не хотят работать У кого Какие мнения Есть А Выходить Нельзя Почему Нельзя Выходить А Туда-то Поставить Где-нибудь Должны Работать Вот так Что ли А Может Надо Поставить Чтобы Они Сами Решали Куда Эти В настройках Автобуса И поставлен Не выходить Впускать Сто процентов Впускать Так Впускать И выпускать А Туда Без Только Впускать Понял Ну а Фиг ли Как говорится Как Вот Почему Я же Ничего Не отмечал Как Вот Это Получилось Так Давайте Я здесь Тогда Поставлю Беру Вот Это Сами Решают Куда Им Идти Вот Все Вот Теперь Должно Заработать По Идеи Бобруйск Автостанция Круган Так Пока Все равно Никто Не сел В этот Автобус А в этот Но опять Вот это Вот это Мне кажется Уже Лишнее Впускать И выпускать То есть Все равно Никто не сойдется Здесь Куча Пассажиров Ожидающих Куча Вакансии Так Нет Так Все равно Ожидающих Куча Вы думаете Что Типа О Уже 163 Побега Персонал 7 из 10 6 из 10 Так Это Не много Рабочих Места 15 Рабочих Мест Ну вот В университете Может быть Уменьшить Единственное И все равно Тут Не особо 6 из 15 Предположим Все равно Рабочих Мест Дофига То есть Вакансии Ну Безработных Дофига Тут работники Да Тут вообще Не нужны Загромождение Веб Ну давайте Уберу Веб Так Мы не можем Доставить Людей На работу Назначь Один дом На детсад Магазины И прочее Ну давайте Вот этот Назначу Не так Они Все равно На этой Становке Смотрите Давайте Решать Количество Ожидающих Работников 7 Количество Ожидающих Пассажиров Куда эти Пассажиры Хотят уехать Мы же Один раз Уже СПО О Появились Рабочие Ну наконец Ну это Мало Пока Ну хоть Кто-то Так Хорошо Поехали Уже Все-таки То есть Думаете Слишком Много Работало Вот тут Вот Мне кажется Что Слишком Много Учителей На Два На Двух Учеников Ну хорошо Пошла Там Переработка Угля А Есть Уголь Есть Так Ну все Осталось Доставить ее На электростанцию В общем-то Нет Электростанция Вот она Закроем Все Можно Доставить Уголь Опять же Этими Конвейерами Мне понравилось Конвейерные Эти штуки Строить Конвейер Блин Почему он С этой стороны Так Ладно Я понял Конвейерная Башня Поступает Отсюда Сейчас тут Конвейер Можно будет Поставить Вообще Да Работает Отлично Так И где у нас Заводик Это конечно Тупо Если Кто-то Смотрит Сейчас Мой стрим Из будущих Инженеров Никогда Не делайте Такую Инфраструктуру Как я Сейчас Делаю Все равно Далеко Блин И тут Эра Далеко Будет Да А нет Тут нормально А что Тут далеко А Инфраструктура Мешает Дорогу Что ли Убрать Надо Или что Опоры Моста Не возьму Так Дорогу Давайте Не провести Тут никак Пересекается Существует Что он Через Так Она же Делалась Через Дороги Ну В чем Дело Вот же Конверт Через Дорогу Вообще Нормально Стоит В чем Проблема Блин Внезапно Вот На ровном Месте Вот Ну Вот Что Вот Что тут Ей мешает Дорогу Провести Блин Что Вот Это Вот Что Она Делает С Дорогами А А А То есть Вот Такая Конструкция Окей Да Ну Что Пошел Уголь На Электростанцию Да Пошел Ес Мы сделали Это Кучу бабла В жопу Засунули Кучу Каких-то Инфраструктурных Дебильных Решений Так Теперь Я могу Продавать Электроэнергию Где там Граница Теперь У нас Экспорт Ха Ну Видимо На этом Я тогда Закончу Проведи За лентой Обязательно Подним А тут Можно Вообще Много Где Провести Так Опять Город Потерял Вот он Бабруйск Бабруйск Индахаус Давайте посмотрим Счастье Моих Работников Что им Не хватает Развлечения Им не хватает Что мы Можем Им Сделать Тогда Гастроном Универмаг Торговый Центр Кинотеатр А Кинотеатр Я по-моему Ставил Где-то А Это Бар Ну Давайте Кинотеатр Организуем Кстати Видите В гастроном Надо Чтобы еду Доставляли Так Кинотеатр Ставим С каких Домов Еще сюда Не доходят Из этого Дома Отсутствует Персонал Ничего Появится Еще Развлечения Качество Одежды Им не нравится Ну вообще Как бы Счастье Более-менее Да Типа 60 Почему Нет Ладно На этом Все Мы Сделали Прогресс Роста Урожая Урожай Идет Создали Угольную Промышленность И она же Энергетическая Причем Тепловую Электростанцию Прямо рядом С домами Поставили Чтобы люди Просыпаясь Глядя в окно Своих Пятиэтажек Видели Трубу Это такой Фаллический Символ Который Описывает Отношение Правительства Этого города К жителям Ну правительство В лице меня Конечно Спасибо Так Что смотрели Спасибо тем Кто у меня Помогал В общих Чертах Опять же Повторю Игра В раннем Доступе Находится Версия 0.7 То есть Это еще Не релиз Абсолютно Мне нравится Экономическая Составляющая Мне нравится Действительно Вот это Как это Все Надо Делать Как это Все Сделано Но Если Разработчики Не решат Проблемы С редактором Тут будет Очень мало Кто играть Потому что Игра Выбешивает Чрезвычайно Со временем Все Вот эти Стратегические Штуки Которые Здесь Возможно Делать Они Меркнут Рядом С тем Как Реализовано Интерфейс Управление Ну и В первую Очередь Прокладка Всяких Коммуникаций Просто Триндец Это Мрак Полный Начиная От того Что ты Можешь Свой город Потерять На карте Заканчивая Всякими Этими Приколами С прокладкой Дорог Того Что тут Сделано Но Выглядит Конечно Неплохо Проведи В городе Повсюду Пешеходные Дорожки Это Очень Важно Чтобы Они Как можно Быстрее Довлетворять Свои подробности Ну Это Уже Может быть В другой Раз Может Я продолжу Опять же Зависит От ваших Комментариев Лайков Подписок Того Как вы Относитесь К тому Что я вам Показываю Давайте Всем спасибо Что смотрели Играйте В умные игры Всем пока А Я же Камеру Выключил Играйте В умные игры Спасибо Что смотрели Всем пока Субтитры Продолжение следует...